В Коми опробируют технологию раннего выявления семейного неблагополучия. Эксперимент начнется уже в следующем году. Правда, не везде. Евгений Ракин выслушал предложение. Лицо мужского пола старше 18 лет в состоянии алкогольного опьянения. Типичный портрет детских мучителей. По данным статистики, с начала года в отношении несовершеннолетних в Коми совершено более тысячи насильственных преступлений. Почти половина из них в квартирах, то есть дома. Насилие в семье – проблема скрытая. Ребенок, как правило, с чужими людьми эту тему не поднимает. А родители зачастую даже не осознают, какую травму может нанести их грубость. Именно поэтому одна из важнейших сегодня задач – формирование ответственного родительства. Наша задача – сформировать в обществе полное неприятие к любому виду насилия. Когда ни специалисты, ни соседи, ни просто прохожие не смогут проявить равнодушие к боли любого ребенка. И будут знать, куда им обратиться за помощью. Конечно, сам ребенок за себя постоять не может, тем более перед родителями, от которых он особенно зависим. И здесь внимание должны проявлять специалисты, которые работают с детьми. Начиная с воспитателя в детском саду, заканчивая врачом или сотрудником социальной службы. Жестокость в обществе не снижается. В чем причина? Я думаю, что, ну прежде всего, вот, знаете, у нас какая-то в обществе выработалась такая позиция – небрежное отношение к закону. Вот какой бы закон ни был, мы вот сейчас работаем над законом, мы его всяко и так, и так, и эдак, со всех сторон посмотрим. А исполняется он не так, как надо. Вот эта небрежность, она приводит к тому, что она приводит к безответственности. На сегодня надо усилить ответственность исполнения наших законов. В рамках конференции ее участники получат бесценный опыт. Например, научатся выявлять семейное неблагополучие на ранней стадии. Техника будет апробирована уже в следующем году. Сначала пилотный проект реализуют в Сыктывкаре и Сыктывдинском районе. Далее он должен будет охватить и остальную республику. Наша основная задача – помочь родителям научиться любить своих детей, научиться заботиться о своих детях и, собственно говоря, воспитывать их, не применяя насильственные методы воспитания. И вторая важная вещь – эта технология предназначена для работы с ресурсными семьями, с семьями, находящимися еще на ранней стадии семейного кризиса, имеющими большой реабилитационный потенциал и способными преодолеть все свои проблемы. Затронули и проблему межведомственного взаимодействия специалистов. Зачастую она сводится к бюрократическим перепискам или отсутствует вовсе. Необходим четкий регламент такого сотрудничества. Прозвучали предложения о необходимости привлечения к профилактической работе общественников и СМИ. Евгений Ракин, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывкар.